Механоремонтный комплекс, дочернее предприятие ММК, уверенно держит курс на модернизацию производства. За последние пять лет был налажен выпуск новой продукции. Освоены новые рынки сбыта, найдены новые партнеры для сотрудничества. Одним из последних объектов инвестиций стала четырехволковая вальцегибочная машина. В чем уникальность этого оборудования, выясняла наша съемочная группа. Этот станок с легкостью гнет прочный и толстый лист, словно это не металл, а бумага. Возможности оборудования потрясают. Оно позволяет производить гибкую вальцовку заготовки толщиной до 190 мм и шириной более 4 метров. Причем делает это без предварительного нагрева металла. Перед этой машиной не устоит даже сталь из линейки МАК Стронг. Это сталь повышенной прочности, которую изготавливает магнитогорский металлургический комбинат. Данная машина, она, конечно же, нам позволит и работать с высокопрочными марками стали. С помощью нее мы сможем производить вальцовку и гибкую листа толщиной до 140 мм на холодном. Таких агрегатов в России всего три. Эта четырехволковая вальцогибочная гидравлическая машина итальянской компании DAVI оснащена ЧПУ. Компьютеризована системой управления. Она позволяет производить максимально точную по диаметре вальцовку со стопроцентной повторяемостью диаметрических размеров. Сейчас за пультом находится Денис Зияев. Он работает в механо-ремонтном комплексе с 2006 года. Говорит, что по сравнению со старыми станками этот просто космос. Если раньше все зависело на старых станках, если от опыта котельщика особо сложные детали, то сейчас за котельщика думает компьютер, рассчитывает, сколько давить, как давить, где бортовать. Все автоматизировано стало. Продукция МРК востребована не только на Магнитогорском металлургическом комбинате, но и на других предприятиях России и стран СНГ. А приобретение данной машины для цеха металлоконструкции открывает для механо-ремонтного комплекса и совсем новые горизонты по выходу на внешний рынок. Нужно было вальцевать толстый металл. Нам приходилось это размещаться по кооперации на других предприятиях, что ввело к дополнительным затратам. То есть в данный момент этого делать не нужно. Соответственно, себестоимость заказа гораздо ниже. То есть и на рынок мы уже выходим с нормальной ценой. Внедрение этой машины – лишь один этап модернизации производства, которое переживает МРК. Так, за последние годы заводом было освоено полное изготовление мостовых кранов, кузовов карьерных самосвалов, стелеразливочных и чугунно-разливочных ковшей, опорных колец и многого другого. Весь 2015 года ПАО ММК поставило перед механо-ремонтным комплексом задачу выйти на уровень реализации внешнему потребителю до 12-15% от общего объема производства. Мы уже можем сказать, что мы с этой задачей поставлены за пять лет справились, поскольку по итогам 2020 года доля внешней реализации уже составила порядка 17%. Ну и, к слову говоря, сам объем реализации за последние годы значительно возрос для механо-ремонтного комплекса. Доля реализации уже превысила 8 миллиардов рублей в год. Исходя из приоритетных направлений внешней поставки ООО МРК и выстраивается инвестиционная программа. Завод держит курс на упрочнение позиций и расширение компетенций литейного производства и производства металлоконструкций. Павел Бресенев, Александр Мургунов, телекомпания ТВИН.